Я не летал вместе с Усатом. Никогда. И это можно проверить. Потому что есть учет, где можно посмотреть, летал же сдан или не летал с Ренатом Усатом. А в Москве вы вместе были? Мы встречались в Москве не только с Ренатом Усатом. Мы были в посольстве. У нас были определенные действия, которые должен был сделать по указанию руководства МВД. То есть не было там еда. Если, может, покушали где-то в одном месте, это не значит, что я там ехал гулять. Раз. Вообще, наша история очень интересна в моем случае с Усатом, потому что мне звонил лично премьер-министр тогда. И попросил, чтобы я встретился с Усатом. Я его не знал. А кто тогда был премьер-министр? Владимир Филат. Я его выслушал. Он мне высказал опасения насчет своей жизни. И мы тогда официально взяли... Это какой год был, извините? Ну, какой? Десятый-одиннадцатый. Опасения своей жизни Филат высказал? Нет. Опасения высказал Усатый. А, при встрече? При встрече. То есть была просьба, чтобы я его принял, будучи руководителем департамента оперативных служб. Чтобы я его принял. Я его принял, выслушал. Он мне сказал, что он опасается. Есть информация, что на него хотят покушаться. А он тогда был советником Филата, если не ошибаюсь, да, в те годы? А он тогда имел... То есть Филат тогда действовал в интересах Усатого? Ну, я не знал, какие интересы он представлял. Тебе звонит премьер-министр страны. Я его принимаю. Я вообще не знал, кто он такой. Тогда я с ними познакомился. Он мне высказал, мы ему... А угрозы чьей стороны были? На стороне Кармалака или с чего? Нет. Это уже тонкости и нюансы, которые можно проверить при желании. И то, что я вам говорю, это абсолютная правда. Как я встретился и познакомился с Усатом. После этого мы ему порекомендовали, чтобы он привез в страну бронированный автомобиль. Мы кое-какие мероприятия проводили для его безопасности. Это называется контрнаблюдение и много чего. То есть угрозы были в стране? В стране, да. То есть тогда он не был одиозный, как сейчас его... То есть не был в политике. Вот такие мероприятия мы проводили со многими, очень многими людьми. И те, которые не попали в политическое поле, об этом никто не знает. Ну, конечно, если ты попадаешь уже в это, любая съемка такого рода, она превращается в какое-то шоу или спектакль. И я стрелял в свое время, то есть за свою профессиональную жизнь, ну, тысячи раз. Я посещал Тир Динамо, и все знают, как я стреляю. И, конечно, я там встречал и усатого, и кого хочешь. Те, которые любят пострелять, обычно люди встречаются на... Да, я появился в этой съемке. Что мы, где мы нарушили закон? И, конечно, из этого можно сделать вот такую сенсацию. Она получилась, к сожалению. Оправдываться мне не перед чем. Я впервые говорю в эфире, для того, чтобы побольше народу посмотрело.